Писатель, сценарист, телеведущий Саша Филипенко только что вернулся из Беларуси, из своей родной Беларуси, где провел последний месяц, вернулся к премьере пьесы по своему роману Красный Крест в гоголь-центре Кирилла Серебренникова. Саша, привет. Добрый день. Саша, скажите, вам тяжело было вернуться из Беларуси? Что-то препятствовало? Из Беларуси или в Беларусь, когда я сейчас туда въезжал, я не услышал. Мы вообще за вас переживали, потому что все-таки вы человек в Беларуси тоже известный и с писателями, как я понимаю, сейчас там не очень хорошо обходятся. Да, но надо сказать, что я никакого особенного страха не испытывал. Свыше того страха, который испытывает каждый Беларусь сейчас в этом смысле, мне кажется, что нет разницы между писателями или шахтерами, между ребятами, которые выходят поиграть в футбол или выходят девушками на акции протеста. Мы в равной степени сейчас все заложники, и мы гуляем по городу, в котором оккупанты подъезжают на воронках, только теперь это не какие-то там старые советские автомобили, теперь это Вольцвагены там или бусики тебя выхватывают. Поэтому я не испытывал никаких проблем с тем, чтобы въехать в страну и с тем, чтобы уехать из страны. Я сел просто в автомобиль, нету авиасообщения, вы не можете прилететь на самолете, на самолете могут прилететь только российские пропагандисты. Саш, вот жил-был юрист, талантливый юрист с красавицей-женой, квартирой в Марьино, двумя прекрасными детьми, а сейчас он в клинике Шарите, его лечат от отравления. Жила-была вполне талантливая, устроенная флейтистка, барочная флейтистка в Штутгарде, а теперь она в СИЗО Володарка и судьба ее под большим вопросом. Она может провести там несколько лет. Почему люди делают этот выбор? Вы говорите, что страшно, что в Беларуси страх, в Минске страх, но люди все равно выходят. У Марии Колесниковой был выбор. Потому что больше невозможно не выходить, всегда было невозможно не выходить, но какие-то люди считали, что, наверное, сейчас не время и, может быть, их убеждали в том, что все-таки вы меньшинство. Сейчас это совершенно точно вся страна, за исключением там каких-то людей, которые по каким-то причинам продолжают оправдывать пытки и репрессии. И это, конечно, придает сил выходить всем. И в этом смысле Мария, которую я встречал за несколько дней до задержания, которая не строила планы, я говорю, встретимся, завтра еще поговорим. Потому что, когда мы встретились, мы договорились полчаса попить кофе, и я ее увидел и сказал, что я не хочу с тобой ни о чем говорить, посиди, помолчи просто. Мы случайно встретились, и я сказал, встретимся, может быть, завтра, послезавтра поговорим. Она сказала, что она не строит планы. И знаете, мне кажется, что людям придает силы то, что у нас революция, которая... Это не... Нами движут не экономические требования, не политические требования, а морально-этические требования. И это, безусловно, придает вам силы, потому что это не вопрос того, что там люди не хватает денег, им всегда не хватало денег, они научились с этим жить очень скромно и могли бы еще жить людям. Сейчас очень важно называться людьми. И мне очень нравится, что протест трансформируется. Он сейчас... Это не только люди, которые ходят на площади, есть люди, которые совсем не ходят по-прежнему, но которые отзывают, пытаются депутатов, которые носят жалобы по-прежнему, которые каждый день... Каждый сейчас белорус делает то, что он может, и это не всегда обязательно выход на улицу. Саша, вы живете на две страны, фактически на две страны. Скажите, почему белорусы, которые казались символом терпения, символом, ну, вот такого вот, ну, уйти в болото и внутренняя эмиграция, все-таки сейчас вышли? И похоже ли россияне в этом на белорусов, когда придет конец терпения россиян? Знаете, Ольга, мне сложно ответить на этот вопрос в том смысле, что я всегда был против обобщений. И все-таки, когда мы говорим белорусы, мы понимаем, что и силовики, которые нас атакуют, и тот же Лукашенко, и люди, которые поддерживают, они тоже белорусы, да? Я вижу, что здесь, наверное, в России общество сейчас не такое сплоченное, как в Белоруссии. В России сейчас люди разобщены, и, мне кажется, часто от города к городу живут в разных странах, и в Казани живут в какой-то своей жизни, в Екатеринбурге живут своей жизнью. И вроде как, я был в Москве вчера, и москвичам нет никакого, ну, по ощущениям, да, вот, наверное, кто-то безусловно беспокоится, но Москва не выглядит городом, который сейчас, как Минск, озабочен тем, что происходит. Понятно, что у нас другого порядка события происходит, да, но сейчас вся страна сплотилась, мы чувствуем, как говорится, что белорус, белорус и белорус, и мы видим эту связь, мы хотим помогать друг другу, и мне кажется, что российское общество все-таки очень сильно разобщено, и политически разобщено, и очень много делается для того, чтобы разделить российское общество сейчас. Все это случается ведь, если бы два месяца назад спросили у нас, могли бы мы представить, что будет сейчас происходить в Минске, могли ли мы представить, что нас так много, что белорусы такие невероятные, что наши женщины такие невероятные, то мы знали, что у нас невероятные женщины, но увидеть то, что сейчас происходит, это, конечно, никто в это не мог поверить и представить. Условно, сейчас мы или про то, что писатели тоже бастуют. Невозможно работать, я не могу, у меня там роман застопился, я не могу писать ничего, кроме статей и в разные журналы, которые пишут в газеты по всему миру сейчас, потому что ты все время сидишь в Телеграме, проверяешь новости, видишь, что какие-то события, марш где-то происходит, или девушки вышли куда-то, ты едешь туда, чтобы их поддержать, чтобы увидеть своими глазами то, что происходит, или в университете где-то, когда задерживают, и ты после этого вечером все равно хочешь показать и этой власти в том еще раз, что мы все равно свободные люди, мы будем жить свободной жизнью, мы будем ходить в кафе, мы будем пытаться, хотя это очень печальные разговоры в кафе происходят вечером, все равно все политики говорят, все столики вокруг говорят только о политике. Я никогда в жизни не видел Минска, в котором говорили бы только о политике и ни о чем другом. Это был там один из самых политичных городов, наверное, десятилетиями, потому что люди жили жизнью, параллельные реальности не пересекались, власть жила своей жизнью, мы жили своей жизнью, а сейчас это... И ты идешь по городу, и ты все время оглядываешься, не схватят ли тебя просто так сейчас. Ты идешь мимо костела любимого, и возле костела стоит автозак. Ты идешь на женские марш-протесты, и ты видишь тихарей постоянно в дворах. Это, конечно... А как назвать этих людей? Мы не знаем их, у них нет опознавательных знаков. То есть нам рассказывают, что это белорусские силовики, которые очень огорчены тем, что их фотографии потом выкладывают, и они расстраиваются, и у них семьи очень травмированы, когда они избивают людей, пытают, применяют пули. И я разговаривал с журналисткой, у которой муж ранен в спине. У него одна пуля в спине и одна пуля в руке. Он шел по телефону, разговаривал, поднимался по ступенькам, ему стреляли в спину люди, которые выбежали из этих буйсков и начали палить просто направо и налево всех, кого видели. Они увидели, что он с телефоном, он их увидел, обернулся, побежал вверх, и они начали палить в спину человеку. И у вас... У меня складывается ощущение, что я хожу в городе, который оккупировали. Предписатель по-особенному чувствует, тонко чувствует, иначе чувствует, чем все остальные. Лукашенко все? Лукашенко конец? Все? Мне, по моим ощущениям, да. Ну, по моим ощущениям, это было понятно уже девятого числа, что он все. Сейчас, мне кажется, происходит... Ни у кого нет иллюзий, что это будет быстро. Происходит, там, для России очень важно показать, что невозможно сменить президента путем улицы, путем выхода на уличные демонстрации, что эта смена может произойти только путем каких-то выборов и голосований. И сейчас в этом смысле, наверное, протест будет рутинизироваться, и все это затянется на полгода-год. И сейчас в этом смысле, наверное, поэтому так жестко действуют силовики, потому что им нужно показать, что протесты там задыхаются, уходят на нет. И после этого они проведут вот какую-то конституционную реформу, проведут выборы, на которых появится, наверное, там несколько партий, наверное, какая-нибудь аппаратная партия, пророссийская партия, партия национального фронта белорусская. И после этого он уйдет. Мне кажется, что... Я не политолог, я могу только высказывать мнение президента Жданина, но мой прогноз такой. Этим летом снова стал очень актуальным ваш, в общем, довольно старый роман, восьмилетней давности, да, бывший сын, роман о Белоруссии. И вот, собственно, очень многие говорили, что это роман о том, что страна погружается в кому после очередных выборов, как мальчик погружается в кому, так и страна в коме. И сейчас премьера в Гоголь-центре пьесы по вашему роману «Красный крест». И этот роман, так сказать, меня во многом просто поразил. Для тех, кто не считал, женщина, которой 90 лет и которая родилась в Англии, была вывезена семьей в СССР в 20-е годы, через многое прошла, прошла через сталинский гулаг, через, собственно, «Красный крест». «Красный крест» пытался ее выцепить. И перед тем, как уйти в окончательную деменцию, у нее Альцгеймер, она рассказывает свою жизнь молодому соседу, и этот рассказ меняет в том числе и жизнь соседа. На мой взгляд, это еще и роман о сталинизме, о том, что мы все до сих пор не преодолели. И как вы думаете, почему именно сейчас этот роман? Кирилл Серебренников, понятно, что он не ставит, до сих пор не ставил, по крайней мере, ни актуальных, ни важных вещей. Почему сталинизм сейчас так важен для нас? Мне кажется, важно сейчас об этом говорить, потому что государство пытается, во-первых, оправдать все, что происходит. Мы видим, что сейчас в лагерях, в мемориалах, переделывают мемориалы гулага в музеи милиции, и нам рассказывают, как хорошо надзирали советские надзиратели, да, и происходят какие-то совершенно чудовищные вещи. Мы по-прежнему ничего не знаем, а многие... Я сейчас пишу новые романы, вновь там сижу в архивах, и дело, которое я читаю сейчас для романа, некоторые страницы в этом деле, в архиве до сих пор накрыты конвертами. То есть ты можешь прочитать там первую, вторую, третью, четвертую, пятую страницу, десятую, двенадцатую, ты не можешь прочитать, по-прежнему государство скрывает то, что происходило 70-80 лет назад, да, они считают, что это может на что-то повлиять. Некоторые документы вообще засекречены до сих пор, да, но даже в тех, которые открыты, мы не можем чего-то прочитать. И просто многие люди реально не понимают, что происходило. Люди, не все ведь сумасшедшие, вроде меня, хотят пойти в архивы и потратить свою жизнь там на то, чтобы сидеть с архивными документами там и читать. Не хотят знать, и потом, наверное, это больно узнавать там о своих, может быть, близких, о родственниках, просто о том, что мы были и такими тоже. Не знаю, мне кажется, вот можно прочитать один только документ, который когда-то поразил меня. Перед тем, как я начал работать над Красным Крестом, мне в руки попал документ, из которого следовало, что советские войска, когда вошли в Бухенвальд, освободили Бухенвальд и еще шесть немецких лагерей, разобрали бараки на доски, вывезли эти доски в Советский Союз и из этих же досок заново собрали бараки в системе ГУЛАГа. В Советском Союзе не было деревьев в России, не было досок. Из Бухенвальда и из других немецких лагерей вывезли посуду, вывезли радиоточки, которые стояли в кабинетах надзирателей. И в этот момент перед тобой встает этический вопрос. Неужели нельзя было, что это щепетильность советской власти или что это победа одного зла на другим, неужели нельзя было все это к чертям сжечь, да? Да, но помимо досок и посуды советские власти вывозили еще и бывших военнопленных, которые должны были отсидеть теперь еще и в наших лагерях. Но вы знаете, я вас слушаю и думаю все время о том, что российские правозащитники сейчас, вот сегодня и я тоже, на нас все время подает в суд в СИН, да, российское пенциарное ведомство, когда мы рассказываем о пытках. Мы там уже все по пять раз судимы по этому поводу. Конечно, все суды проигрываются, но когда выходят женщины из тюрьмы, мужчины из тюрьмы или сидят в тюрьме и рассказывают, вот, нас пытали, вот у нас переломы, вот у нас было так, так и так свидетели Маши, Васи, Пети. Нет, это иски о защите деловой репутации лагеря. Деловая репутация лагеря, то есть раньше у нас хотели сидеть, а теперь вот тут вот рассказали о пытках, теперь у нас не хотят сидеть, вообще злова репутация порушена. Все, все продолжается. Но я хотела вас о другом спросить. Вы не первый исторический роман написали и пишете, и совсем недавно Следственный комитет Российской Федерации создал новое управление, большое, мощное, денег туда влили, бог знает сколько, по борьбе с искажениями истории и особенно в Великой Отечественной войне. Я подозреваю, что примерно с вас и начнут. Супер, спасибо за наводку. Я думаю, я твердо убежден, что будет с меня сложно начать, потому что я привожу все документы в книги постоянно. И я занимаюсь документами, ну то есть понятно, что можно сделать все, что угодно, да, но в общем-то довольно сложно, потому что эти документы, которые, вот они есть, их можно читать, они в открытом доступе теперь. И я буду очень признателен наоборот, если будут открываться архивы и дальше, потому что мы видим, что сейчас, допустим, в Киеве открылись архивы, да, КГБ, там 8 миллионов дел, мы их уже никогда не прочтем, мы даже не сможем их перелопатить. Открываются архивы в Тбилиси, открываются архивы в Риге. Нужно, чтобы открылись архивы, чтобы туда пришли историки, чтобы они читали, чтобы сейчас в России в некоторых архивах вы можете фотографировать документы, а в большинстве архивов, так где самые интересные документы, которые вам выдают, в большинстве архивов вы можете переписывать все только от руки. Вы читаете дело там стостраничное, да, и вы можете сидеть и очень медленно, долго выписывать от руки что-то там, не знаю, просто, конечно. И, в общем, палки в колеса постоянно вставляют, и еще, знаете, люди архивисты, которые, не архивисты, а люди, которые изучают дела, много и ходят, они говорят, только давайте не будем еще ссориться с этими людьми, потому что уже хорошо, что хоть что-то нам показывают. Вот ты сейчас что-нибудь ляпнешь, там тебе все равно, ты писатель, там додумаешь, а нам сложно ходить. Я думаю, что прекрасно, что создано ведомство по борьбе с искажениями истории, управление в Следственном комитете, потому что, вот смотрите, Сандармох, вот документы, вот расстреляны, что же делать с копателем Сандармоха? Нет управления, нельзя его обвинить в искажении истории, придется по педофилии посадить. Так что, если вас посадят, то хотя бы за искажение истории, а не за педофилию. Спасибо большое, Ольга. Прямо уже вторую всю часть эфира вы рассказываете, за что меня должны посадить. Я, честно говоря, не думал, что мы про это будем говорить. Вроде как ничего я не предпринимал для того, чтобы очернить власть или показать что-то плохое или с хорошей стороны. Мне всегда было интересно делать фотографии эпохи и реконструировать. И, наверное, если бы я хотел сделать что-то, в чем можно меня... Я уже оправдываюсь, как будто я уже в суде. Но, в общем, если бы мне хотелось что-то такое сделать, наверное, я бы не тратил столько собственных усилий и денег на... Если бы я хотел что-то выстроить, я бы не ездил в архивы в Швейцарию за собственный счет, да? И вообще, мне кажется, что такое странные люди, которые занимаются историческими штуками, как-то это какие-то, наверное, да, сумасшедшие. Может быть, они относятся как-то сумасшедшие. Но я и про реальность пишу, там из-за этого тоже можно получить. Да. И книжки новые тоже, но они что-то все обижаются на них. Мне пишут... Я, кажется, только что попал в шорт-лист Ясной Поляны. Меня поздравляют. Ничего себе. С Красным Крестом? Прямо в прямом эфире мне пришло сообщение, я не знаю, надо это проверить. Правда? С Красным Крестом вы попали? В Ясную Поляну, мне кажется, только что я попал. Поздравляю с шорт-листом Ясной Поляны. Что такое Ясная Поляна? Ну, кроме того, что это... Ясная Поляна – это одна из главных литературных премий России. Есть Ясная Поляна, большая книга. Мне кажется, сейчас уже больше ничего и не осталось. Нацбест, НОС, там их четыре, по сути, осталось в главной премии. Я был в длинном списке. Сейчас вот прям, знаешь, я даже не знал, что сегодня объявляют. Я только что в эфире у вас у меня пришло сверху сообщение. Живее Беларусь! Да, приятные новости. Да, поздравляю. Слушайте, я все-таки об исторической памяти и о сумасшедших. Вы сказали слово сумасшедший. Смотрите, последний адрес. Вот последний адрес. Для того, чтобы повесить на доме табличку «Интим Аннушка» или там «Два козлика», никаких не нужно согласований. Платишь за табличку, вешаешь розовое облачко, там, крестик-нолик, и, пожалуйста. А для того, чтобы повесить табличку с последним адресом, с именем жертвы, которая жила в этом доме, нужно согласие письменное всех жильцов, нотариально заверенное, туда-сюда. То есть вот это подвиг повесить табличку последнего адреса и уговорить всех подписаться и все это сделать. Кто-то живет за границей, кто-то сдает квартиру и так далее, и так далее. И такое ощущение, что действительно, может быть, память-то нужна только паре сумасшедших на этом свете, а остальным, в общем, очень хорошо с «Интимом Аннушка»? Да, знаете, мне кажется, что все равно как-то ситуация, может быть, она очень медленно, но меняется, потому что я сейчас сижу в Петербурге на улице Съезженской, и вроде эта улица неизвестна ничем, кроме того, что здесь Свидригайлов в преступлении и наказании покончил жизнь самоубийством. У меня на доме, на подъезде две таблички последнего адреса. В моем вот прямо доме два человека были увидены. Соседний дом перпендикулярно стоит, там три таблички. По улице, когда мы идем с сыном, я его провожаю в школу, еще две таблички на другой стороне улицы. И это, конечно, очень важно, потому что однажды он у меня спросил, ему было восемь лет, семь лет ему было, он говорит, папа, что это за таблички, что они значат, почему. И я рассказываю ему о том, что были такие времена, и, к сожалению, люди могли пропадать, и мы много о чем говорим. Ты не можешь не думать об этом, если вот ты просто идешь по улице Штишинская, понимаешь, что здесь жили самые обыкновенные люди, и постоянно натыкаешься на эти таблички, и видишь, что это не враги народа, а сапожники, водители, или, знаете, когда я читаю, когда хочется назвать все имена во время чтений у Соловецкого камня, вот у меня всегда попадаются в списки, у меня никогда не попадалась докторантура или какие-то люди, которые, я не знаю, интеллигенты, у меня все время рабочие заводы, безработные, репрессированные люди, поэтому, безусловно, государство, наверное, сейчас не заинтересовано, но мне кажется, что это тоже уже какое-то, то, что это уже началось, то, что люди начали это делать, это паста, которую назад в тюбик уже не вернуть. А вы можете себе представить ситуацию, себя на месте главной героини вашего романа «Красный крест», вот вам 90, и вы пытаетесь передать память, что ничего не изменится за все наши жизни, в нашей прекрасной стране. Я веселая сегодня, правда? В моей стране, я надеюсь, что изменится очень скоро, в России я тоже очень надеюсь, что все изменится, и тоже, я думаю, что очень скоро, не все, но какие-то произойдут перемены, как мне кажется, к лучшему, потому что, мне кажется, главное, что показало сейчас событие в Беларуси, что власть пыталась делать ровно то же, что она делала всегда, и власть была очень удивлена тем, что вдруг что-то не сработало, почему что-то не сработало, ведь мы также выиграли пять предыдущих выборов, мы делали все то же самое, закрывали кандидата, немного использовали пропаганду, и тут вдруг что-то ломается, а ломается все очень просто, просто эти люди перестают соответствовать времени, эта власть перестает соответствовать времени, и все, и мне кажется, что это легко объяснять, я думаю, что все изменится, а может и ничего не изменится, как обычно бывает с нами, со всеми, и может быть, я буду передавать память, вы знаете, мы сейчас с моей бабушкой говорили об этом, когда я в Минске шел на марши с этим плакатом, и она говорила, не иди, это же очень страшно, ей 84 года, она работает в Академии наук, там в Академии наук все бастуют, и она бастует в этой Академии, и все равно у нее есть страх, она говорит, не иди никуда, но иди, ну хотя бы без плаката, и сейчас у нас много, там мои друзья разговаривают с родителями, которые звонили, вот мы ехали куда-то, потому что они звонили каждые три минуты постоянно, где вы, что с вами, все хорошо, они чувствуют страх, старшее поколение, и мы для себя поняли, что и мы чувствуем этот страх, и все равно выходим, и даже если представить себе, что ничего не изменится, то однажды этот разговор произойдет с нашими детьми через 10 лет, 15, когда наши дети пойдут на митинги на какие-то, и когда они зададут нам вопрос, который мы сейчас задаем нашим родителям, почему вы не выходили, и почему мы вынуждены выходить сейчас за вас, если ничего не изменится, мы можем сказать нашим детям со всей ответственностью, чистой совестью, я смогу сказать, знаешь, сын, я хотя бы попробовал, и подожди, я завяжу шнурки и пойду с тобой, что-нибудь такое. Саша Филипенко, хороший парень, ответственный гражданин, и прекрасный писатель, который прямо сейчас попал в шорт-лист, премия Ясная Поляна, и... супер, поздравляю, спасибо! Спасибо, хорошего дня вам! Хорошего дня! Продолжение следует...